Приветствую всех зрителей у себя на канале. Сегодня у нас будет видеоролик, посвященный усилителю Lanzar, о настройке этого усилителя и о некоторых нюансах, связанных со схемой. Перед тем, как начать данное видео, хочу заметить, что в описании к ролику вы найдете архив, где вы можете скачать все платы, которые я сейчас покажу, а также герберы к ним для заказа плат на заводе. Просто берете папку с названием «Гербер», ничего не делаете с ней, не распаковываете, загружаете на сайт компании, например, нашего спонсора GLCPCB, выбираете необходимые опции, например, цвет паяльной маски, толщина платы и так далее, оплачиваете и получаете свой заказ. Плат будет три именно рассмотрены в данном видеоролике, но существует огромное разнообразие как схем усилителя Lanzar, так и печатных плат к нему. Это вот классическая печатная плата, односторонняя, с двумя перемычками, которую я в свое время герберы нашел в сети, загрузил, по-быстрому заказал, даже не обратил внимания на то, что на этой плате есть ошибки, связанные с транзисторами и цикалевка неправильная, также отверстия некоторые не того диаметра, которые нужны, и впоследствии пришлось их вручную рассверливать. Исправленную версию этой платы, то есть в описании будет именно исправленная версия. А так, печатная плата вполне рабочая, это односторонняя плата, вы можете сделать его по лут-технологии дома. Также впоследствии я сделал некоторую модификацию. Вот она, модернизированная плата. Она дорогая достаточно, потому что, во-первых, она двухсторонняя, во-вторых, дорожки покрыты техническим золотом. Ну, под этим освещением не очень хорошо видны, но здесь покрытие золотом. Я здесь единственное, что сделал, убрал маску с некоторых дорожек силовых, для того, чтобы можно было бы армировать, залудить, усилить в целом дорожки. Также убрал вот те две классические перемычки и сделал здесь уже в виде дорожек. То есть плата двухсторонняя, имеется металлизация. Рассверлил отверстия по диаметру, который тут нужен. Ну и в целом, все. Ну и, конечно же, поправил некоторые компоненты. Здесь все уже нормально. Ну и вот она, финальная версия усилителя Lanzar. Это видоизмененная печатная плата. Здесь, с обратной стороны, со стороны дорожек, есть SMD-мелочевка. А так, в целом, плата очень красиво смотрится. Все три модификации платы будут в описании к данному видеоролику. Перед нами сейчас таблица с основными характеристиками этого усилителя. Более подробные характеристики можно изучить в сети. Это основной диапазон питающих напряжений от плюс-минус 30 вольт до плюс-минус 65. Ясное дело, что усилитель питается от двухполярного источника. Усилитель относится к разряду усилителей класса Hi-Fi. То есть он вполне-вполне хороший и под широкополосную акустику. Многие делают под сабвуфер. Но, опять же, несмотря на простоту, именно дешевизну, это вполне себе хороший усилитель. Так, значит, в частности, конструируя его, я думаю, большая часть электронщиков делают именно для 4-х омной нагрузки, под 4-х омной нагрузкой. Можно и под 8-х омную, под более низкую нагрузку, но 4-х омной – это самое оно. Значит, если у вас питающее напряжение до плюс-минус 40 вольт, нет смысла использовать 4 транзистора, то есть 2 пары в выходном каскаде. Хватит и одной пары, при этом мощность будет порядка 100-140 ватт плюс-минус. Но, если есть возможность, если с финансами все нормально, то можно влепить все 4 транзистора. Это увеличивает надежность схемы, так как смягчается тепловой режим. То есть мощность равномерно будет распределяться на всех транзисторах. Так, в большей степени я советую эксплуатировать этот усилитель, если делаете вот такую полномасштабную версию. Кстати, есть и в Lanzar Mini с одной именно печатной оплатой, есть с одной парой выходных транзисторов. Если собираетесь взять с этого усилителя по максимуму, то советую эксплуатировать его при питающем напряжении плюс-минус 45, плюс-минус 50 вольт в этом диапазоне. При этом на 4-х умную нагрузку усилитель вам выдаст мощность от 200 до 270 ватт. С него можно взять и больше с 4-х умной нагрузкой. Но это уже запредельный режим работы для транзисторов. Делать этого не советую. Нужно очень хорошее охлаждение, нужны надежные компоненты. В общем, если планируете эксплуатировать на максимуме, то делайте акцент на мощности 200-250, ну, в пиках там 300 ватт, не больше. То есть питающее напряжение соответствующее. Нелинейное искажение при вот такой мощности составляет 0,04%. Входное сопротивление 27 кОм. Значит, вот перед нами схема. Это классическое исполнение, известное с 70-х годов. 13 транзисторов можно, если не нужна большая мощность. Вот вся эта обвязка с одной парой ключей выходных убирается. Выходные ключи у нас работают в качестве усилителя потока, каскад усиления по напряжению, дифференциальные каскады, узел питания дифференциальных каскадов, который состоит из простой параметрический стабилизатор двухполярный на основе 15-ти вольтовых стабилитронов. То же самое у нас решение сверху. Ну и токогасящих резисторов, которые подлежат подбору. Чуть позже мы рассмотрим именно расчет данных резисторов. Входная цепь, узел фильтрации питания для дифференциальных каскадов, подстроечный резистор, отвечающий за ток покоя усилителя. Это входная часть, это у нас выходная часть. Индуктивность параллельно с резистором. Резистор в некоторых случаях удаляют. Здесь тоже есть некоторые нюансы, о которых чуть позже я расскажу. По поводу вот этих балластных резисторов, которые имеют аналогичное сопротивление и мощность порядка 2 Вт, являются токоограничительными для стабилитронов, которые питаются в целом для источника питания, которые питают дифференциальные каскады. Их необходимо рассчитать, исходя из питающего напряжения усилителя. Если вы почитаете форумы про ланзар, то наткнетесь на вот такую табличку, где приведено примерное значение сопротивления этих резисторов под определенный диапазон питающих напряжений. Напомню, что резисторы имеют одинаковое сопротивление. Мощность 2 Вт. Если нет, то можно и 1 Вт ставить, хотя советую именно 2 Вт. Ощутимо сильно они не будут нагреваться во время работы, но все зависит от питающего напряжения. Я в большей степени советую воспользоваться не этой табличкой, а сделать расчет индивидуально. Где? R3 и R6. Это наши резисторы. Они имеют аналогичное сопротивление. Противление равно. Ю-плечо минус 15. Ю-плечо это у нас, предположим, 60 В в плече. Акцент делается на то, что именно здесь берется напряжение в плече, а не суммарное напряжение с двух плеч. Минус 15. 15 это у нас напряжение стабилизации вот этих 1 Вт стабилитронов. В схеме они именно на 1 Вт использованы. И разделить на ток стабилизации. Ток стабилизации подбирается в диапазоне от 8 до 10 мА. С таким раскладом, то есть питающее напряжение 60 В в плече, при токе стабилизации 10 мА, расчетное сопротивление резистора в килоомах получается 4,5. В этой табличке, скорее всего, ток стабилизации чуть-чуть побольше. Отсюда и вот такие значения, чуть-чуть заниженные. Но я всегда практически расчет делаю по вот этой формуле. Работает спокойно. Ну, в принципе, можно и ток стабилизации побольше, там мА 15 сделать. Но зачем нам лишний нагрев на стабилитронах? По поводу вот этой выходной части катушка. И параллельно этой катушке резистор 2 Вт на 3,9 Ом. Ну, часто, когда я делаю усилители для сабвуферов, вот этот резистор не устанавливаю. Но так желательно не делать. Потому что будут некоторые последствия, которые не очень такие, скажем так, критичные. Возможно, катушка будет слегка издавать некоторые звуки, играть как динамик. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо сначала намотать катушку. Катушка мотается, ну, я, например, мотаю на сверле с диаметром в 5 мм. И количество витков там 15-20, ну, 20 многовато. Будет там 15-16-18 витков. Далее, после намотки зачищаются кончики катушки. И сама катушка покрывается несколькими слоями суперклея, чтобы витки не болтались во время работы, чтобы катушка не звенела. Затем вставляется внутрь резистор двухватный, вот точно такой же, с сопротивлением 3,9 Ом. Вставляется внутрь резистор, ну, и выводы запаиваются, собственно, на печатную плату, либо непосредственно на вот сюда, на катушку. Можно и так. Это по поводу катушки. Значит, еще здесь диаметр, в принципе, не очень критичен. Если вы, например, мотаете на, скажем так, сантиметровом стержне с диаметром в 10 мм, то количество витков там будет около 12. Можно, то есть, поменьше сделать. Плюс-минус несколько витков здесь не критично. Это неоднократно проверялось, проблем не возникнет. По поводу источника питания. Что выбрать, импульсный или железный трансформатор, это уже решаете вы. Мы не будем рассматривать сейчас достоинства и недостатки, как сказывается импульсный блок питания на звуке. В принципе, я пробовал и с тем, и с тем особой как бы разницей, если и блок питания сделан нормально, вы на слух не услышите. Для сравнения, вот у нас имеется импульсный блок питания и железный сетевой трансформатор. Мощность у них плюс-минус одинаковая. Но в данном случае на импульснике у нас есть выпрямитель, дросселя и выходные емкости по питанию. То есть, если убрать, все это остается вот эта часть, и можно сравнить с железным трансформатором. Мощность у них одинаковая, но неоспоримым плюсом импульсного источника питания является дешевизна, является то, что он очень компактный и легкий. Но, естественно, импульсник собрать гораздо тяжелее, труднее, чем просто взять, перемотать трансформатор, либо найти необходимый. Но железный трансформатор в пользу железного трансформатора могу сказать то, что такие штуки очень-очень надежные, имеют гораздо большую перегрузочную способность, чем импульсный блок питания. Если все хорошо подобрано, то, в принципе, сетевой трансформатор является отличным вариантом. Если для вас не критичны размеры и вес. С учетом нынешних цен на медь, хорошие трансформаторы еще больше подорожали. Источник питания для подобных усилителей двухполярный. Вот классическая схема блока питания сетевого на основе железного трансформатора. Здесь мы видим две равноценные обмотки. Это очень важно. Сетевая обмотка на 220 вольт. Ну и равноценные обмотки, которые подключены со средней точкой. То есть начало одной обмотки подключается к концу другой. Таким образом получаем среднюю точку или землю. Далее основное вот это питание выпрямляется полноценным двухполупериодным выпрямителем. Советую использовать здесь мостики наподобие КБПЦ на 3510, 5010. В общем расчетное напряжение этого диодного выпрямителя должно быть хотя бы как минимум с 50, даже со стопроцентным запасом. То есть если планируете снять здесь двухполярные 50, то диоды минимум на 200 вольт. Лучше 400 вольт или 1 киловольт найти готовые диодные сборки, диодные мосты с таким напряжением не проблема. Ток естественно тоже делается расчет исходя из мощности усилителя в целом, исходя из потребления усилителя. Далее питание сглаживается. Здесь у нас установлены электролитические конденсаторы в качестве фильтра питания. И зашунтирована пленка. Это просто хорошая такая манера. Значит, для усилителя с выходной мощностью порядка 200-250 ватт, в плече емкость конденсаторов подбирается от 15 до 25 тысяч микрофарад. Больше увеличивать нет смысла. Повторюсь, для мощности от 200 до 250 ватт плюс-минус. Меньше не рекомендуется, потому что будет плохая фильтрация питания. Больше уже нет смысла. Но есть, если есть, на халяву как бы конденсаторы достались, можете использовать. Важным моментом является то, что советуется использовать именно батарею конденсаторов, а не один очень емкий. Но это, во-первых, снижает суммарное внутреннее сопротивление, увеличивает надежность и конденсатор будет не перегружен. То есть, допустим, 20 тысяч микрофарад, да, можете 2 по 10 поставить или там собрать ту же батарею из конденсаторов по 4700 микрофарад. Важно именно правильно подобрать напряжение данной батареи, потому что необходимо учитывать тот факт, что после выпрямления конденсаторы будут заряжены до амплитудного значения напряжения. То есть, если на вот этой, допустим, обмотке у нас переменное напряжение составляет там 50 вольт, учитывайте то, что здесь будет в 1,41 раза больше, уже постоянное напряжение, 1,41 раз больше, чем это напряжение. Поэтому конденсаторы лучше взять на 100, 200 вольт, 150 вольт, 200 вольт, на 80 вольт, на худой конец. Хотя все будет зависеть, конечно же, от того, какое напряжение здесь вы планируете. Плюс питание, земля и минус питание. Самое плохое то, что в зависимости от скачков перепадов сетевого напряжения, выходное напряжение здесь будет гулять. И, допустим, если при 220 вольтах у вас амплитудное значение здесь, допустим, 50 вольт, то при скачках сетевого напряжения здесь уже может быть побольше. И, возможно, это будет иметь какие-то последствия на уже усилители. И вот основным, еще одним плюсом, скажем так, импульсных источников питания является то, что имеется в них возможность построить обратную связь по напряжению, если блок питания с шим-контроллером. Таким образом, вы можете выставить то напряжение, которое вам нужно. И это напряжение будет стабильным, вне зависимости от сетевого напряжения. Естественно, стабилизация напряжения, то есть в целом обратная связь, может негативным образом сказаться на именно качестве звучания. Но это удобно, потому что можно сделать один блок питания под разные усилители, там для тестов и так далее. Не боясь, что скачки напряжения могут спалить, например, усилитель мощности. По поводу мощности источника питания, все зависит, конечно же, от мощности усилителя. Ну, допустим, у нас проектная мощность усилителя 200 ватт, и рассматриваем мы сейчас трансформаторный источник питания. С таким раскладом, то есть при мощности 200 ватт, вам трансформатор необходим с мощностью в 140-150 ватт. И этого достаточно, чтобы ваш усилитель развивал на выходе мощность 200 ватт. Потому что необходимо учитывать тот факт, что во время проигрывания треков с источника питания не все время потребляется максимальная мощность. Максимальная мощность потребляется на очень короткое время, и железный трансформатор на 140-150 ватт вполне может за этот промежуток времени выдать необходимые 200 ватт, например, во время проигрывания каких-то глубоких низов. А так, в идеале, в идеале, мощность трансформатора необходимо подбирать, исходя из мощности усилителя и КПД. То есть КПД в случае класса АБ, в случае Ланзара в целом, составляет 50-55%. То есть мощность усилителя 200 ватт плюс 50% и того 100 ватт еще. И исходя из этого, трансформатор вам нужен с мощностью 280-300 ватт. Но это в идеале, с таким раскладом никогда проблем не будет. С перегревами трансформатор может очень долговременно на высокой мощности вполне себе адекватно работать. По поводу элементной базы и возможных замен. Я думаю, что с транзисторами дифкаскадов, это маломощные транзисторы 2N5551 и 5401, проблем не будет. Их продают в любом радиомагазине, стоят они копейки. Пока еще на подделку не нарывался. То есть на Алиэкспресс покупаю, никаких проблем не было. А вот с транзисторами оконечного каскада, которые работают в качестве усилителя потоку, возникнут возможно проблемы. Потому что, во-первых, они дорогие в радиомагазинах достаточно. А на Алиэкспресс практически 90% вероятно, что вам придет подделка. Подделка работает так же, как и оригинал, но при некоторой выходной мощности он тихо уходит в мир иной. Возможно, даже с хлопком. Поэтому эти транзисторы можно заменить на аналогичные. Потому что именно эти китайцы очень часто подделывают. Потому что они популярны и используются в аудиотехнике по прямому предназначению в качестве транзисторов оконечного каскада. И в более мощных усилителях также применяют. Эти транзисторы от Toshiba являются комплементарной парой NPN-PNP 2SC5200-2SA1943. В описании я оставлю ссылку на магазин с Алиэкспресс, где можете купить оригинальные такие транзисторы. Я неоднократно покупал, проверял. Все нормально. И это дешевле, чем в радиомагазинах. Эти транзисторы, кстати, схему в целом Ланзара, эта схема не очень капризна. И будет работать с достаточно, где-то с 20% разбросом использованных компонентов. Делал и я на советских компонентах полностью. То есть переводил схему на советскую элементную базу. Тоже без нареканий работает. Эти транзисторы можно заменить на любые аналогичные. При подборе этих транзисторов важным моментом является то, чтобы они, во-первых, были оригинальными. Во-вторых, они были из одной партии. Если вы уверены, что транзисторы оригинальные, они из одной партии, то просто проверяйте, работают или нет перед впаиванием. Вообще все компоненты необходимы, даже если они новые, перед тем, как впаять на плату, проверить их на работоспособность. Если же они из разной партии, то необходимо их подбирать, исходя из коэффициента усиления. Это будет в районе от 100 до 150 коэффициент усиления для этих транзисторов. Подробно можете в тех документации изучить. Допускается небольшой разброс процентов на 15. Допустим, у этого может быть 100 коэффициент усиления, у этого может быть 80. Такое допускается. Но желательно, чтобы разброс был минимальным. Если транзисторы оригинальные от Toshiba, то у них из одной партии, скажем, и PNP, и NPN транзисторы должны быть из одной партии. Если это так, то разброс у них будет очень-очень минимальным, там 2-5%. Коэффициент усиления транзисторов можно проверить с помощью мультиметров. У них есть специальный режим. Конечно же, это не очень точные показания будут, но все же. Есть возможность проверки также с помощью транзистор-тестеров. Справедливости ради нужно заметить, что опять же допуск у этих приборов достаточно ощутимый, но в принципе сойдет. Так, по поводу этих транзисторов я с успехом применял КТ8101-8102. Это советские, практически аналогичные транзисторы. По характеристикам своим, конечно же, далеки от Toshiba, но все же работают. Также можно использовать транзисторы КТ819-18GM в металлическом корпусе. Ну и аналогичные 2SD718, там 100-ваттные транзисторы, в общем-то, тоже предназначены для работы в оконечных каскадах в ANCHE. Но, естественно, если использованы иные транзисторы, то необходимо учитывать то, что мощность, вероятно, будет меньше. В зависимости от транзисторов. Вот эти транзисторы 2SC4793 и комплементарная пара 2SA1837 с успехом могут быть заменены на вот такие. Но учитывать необходимо то, что цикалевка у них будет отличаться. Давайте с этой стороны я вам покажу. Вот. 2SD669 и 2SB649 тоже являются комплементарной парой, применяются в звукотехнике. Транзистор BD139, вот этот регулирующий, можно заменить и очень даже желательно заменить на КТ815-й с индексом там V, G. Я также с успехом использовал КТ817-й. На вот этом моем ланзаре стоит как раз таки 817-й. И очень хорошо работает, ток покоя без проблем регулируется. Этот транзистор необходимо непосредственно залепить на радиатор максимально близко к силовым транзисторам оконечного каскада. В некоторых случаях проводами специально выводят, если неудобна именно установка, а проводами выводят вблизи к вот этим силовым транзисторам. Первый запуск. Перед тем, как запустить усилитель, необходимо его тщательно проверить. А при впаивании компонентов каждый компонент проверяется индивидуально, даже если он новый. Обратите тщательное внимание на правильность установки вот этих маломощных транзисторов дифкаскадов, на правильность установки стабилитронов, мелких электролитических конденсаторов и самое важное конденсаторов по питанию. Несколько раз перепроверяйте. Если вот эти, к примеру, транзисторы у вас установлены не те, которые на плате, то есть аналоги установлены, то обязательно проверяйте, сверяйте их цоколевку с теми, что установлены на плате. Возможно, нужно будет перевернуть транзистор, либо каким-то образом поменять местами выводы. Если уверены, что все нормально, еще раз осматривайте плату со стороны дорожек на предмет всяких соплей, очищаете все красиво и подготовка к первому запуску. Я забыл упомянуть, что во время впаивания вот этот резистор подстроечный, который отвечает за ток покоя, необходимо повернуть таким образом, что вот обратите внимание, если посмотреть на плату, то здесь вот два вывода замкнуты в виде дорожки на плате и вот третий вывод. Необходимо впаивать этот резистор в таком состоянии, чтобы сопротивление между вот этими двумя выводами и этим было максимальным, то есть 1 кОм. Впоследствии при настройке тока покоя мы будем уменьшать сопротивление этого резистора, то есть изначально его сопротивление должно быть максимальным 1 кОм. Я также забыл указать, что вот эти транзисторы, ну эти понятно, что прижимаются к радиатору, вот эти транзисторы необходимо установить на алюминиевые радиаторы, вот подобного плана для каждого транзистора, можно чуть-чуть покороче. В случае использования общего радиатора необходимо подложки ключей изолировать как от самого радиатора, так и друг от друга. Маленькие транзисторы дифкаскадов, необходимо между ними положить немножечко теплопроводящей пасты, термопасты обычной, и прижать транзисторы друг к другу с помощью термоусадки. То есть одевается термоусадка, усаживается и все лишнее обрезается. То же самое с этим плечом делается. Далее силовые компоненты прикручиваются к радиатору. Необходимо учитывать то, что подложки транзисторов должны быть полностью изолированы от радиатора. Значит, в зависимости от типа корпуса, иногда вот в таком корпусе, ну здесь в целом транзисторы, которые на схеме показаны, маломощные вот эти, вот в таком корпусе, то есть они изначально уже изолированы, и в данном вот случае нет необходимости дополнительно изолировать, но транзистор регулирующий, тот, который по центру, нужно изолировать также от радиатора, и все это прижимается надежным образом к радиатору. После того, как вы все прикрутили к радиатору, необходимо проверить именно транзисторы на замыкание с радиатором. Для этого берется мультиметр в режиме, к примеру, прозвонки, вот таким вот образом. Один чуб на радиатор, другим чубом проверяем все выводы. Речь идет не только, так, у нас здесь вот такое замыкание было, так. Речь идет не только о силовых транзисторах оконечного каскада, но и про маломощные транзисторы, те три штуки. Проверяем, если все нормально, никаких замыканий нету, можно уже сделать первый запуск. Первый запуск схемы. Если у вас использован аналогичный источник питания, в обязательном порядке, в разрыв, либо, неважно, каких из проводов, по сетевой части, в общем-то, в разрыв одного из питающих проводов устанавливается сетевая лампа накаливания, то есть она на 220 вольт, с мощностью 60-100 ватт. Даже 100 ватт нежелательно, 40-60 ватт. Это необходимо для того, чтобы в случае чего не спалить усилитель. Просто у вас лампа вспыхнет и все. Как вариант, если у вас есть двухполярный лабораторный источник питания с функцией ограничения тока, как в моем случае, чуть позже я буду подключать именно от него, можно выставить на двух каналах аналогичное ограничение тока, там, к примеру, миллиампер 150-200 и запустить усилитель. При этом, если у вас использован вот такой блок питания, в момент запуска у вас на короткое время, в зависимости от того, какая емкость конденсаторов, вспыхнет вот эта лампа и с зарядом конденсатора она будет потухать. Это нормальное явление. Если при запуске лампа горит, например, в полный накал, то это свидетельствует о проблемах либо с блоком питания, возможно, какое-то замыкание, либо с самим усилителем. Обязательно, опять же, проверьте именно правильность подключения проводов питания, то есть именно плюс, земля и минус. Самый первый запуск, помимо того, что у нас на входе, предположим, присутствует страховочная лампочка, при возможности, желательно сделать с пониженным питающим напряжением, там 30-35 вольт, замкнуть вход на массу, исключить нагрузку на выходе, динамическую головку, то есть выход у нас висит в воздухе. Запускаем и видим, что с лабораторного блока питания у нас по двум плечам потребление идентичное, то есть по 50 миллиампер тока потребляется, то есть это 50-60 миллиампер. Это хороший признак, следовательно, обе плечи у нас работают аналогичным образом и полностью симметричны. Далее берется мультиметр, который необходимо установить в режим измерения переменного напряжения, простите, постоянного напряжения, и измерить падение напряжения на стабилитронах 15 вольт, которые я ранее по схеме показывал. Мне, к сожалению, неудобно. Ну вот, блин, не в фокусе, не в кадре, вернее. Так, еще разок. Так, 14,78 вольт, ну и на следующем, на другом плече, 14,87 вольт. Это полностью нормальный разброс, связанный с разбросом стабилитронов. То есть они не могут быть абсолютно идентичными, и такой разброс полностью допускается. В принципе, исходя из того, что мы видим, потребление у нас чуть-чуть возросло с ростом температур. Усилитель будет входить в рабочий режим, и, возможно, ток потребления будет гулять в незначительном, в некотором пределе. Это нормально. Сейчас нас требуется настроить ток покоя усилителя. После того, как у нас состоялся первый удачный запуск усилителя, мы проверили, что все в нем работает нормально. Можно и нагрузить выход усилителя динамической головкой, а на вход подать сигнал, к примеру, со смартфона, либо с линейного выхода ПК. Но очень часто мощности, точнее, амплитудного значения напряжения сигнала с маломощных источников может быть недостаточно для полноценного раскрытия потенциала подобных усилителей. Поэтому часто применяются предварительные усилители. Я уже предварительно подключил к смартфону. У нас треки будут с фонотеки YouTube. Ну, не самое лучшее, но авторские права и все такое, надеюсь, отнесетесь с пониманием. Запускаем усилитель. И можно... Так, поменьше сделаем давайте громкость. Очень чистый звук, я должен заметить. Опять же, динамик без акустического оформления. Можно заметить, как во время проигрывания трека меняется потребляемая на входе мощность, и она небольшая. То есть максимальные свои порядка 90 Вт с таким питанием усилитель будет развивать при определенных треках и только на очень короткое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, пожалуй, хватит. Теперь, что с нас требуется? С нас требуется немножечко подогреть усилитель для того, чтобы выставить ток покоя. Предварительно я замечу, что ток покоя необходимо выставить при определенном питающем напряжении. То есть если в дальнейшем, допустим, настроили усилитель, в дальнейшем питание меняете, то необходимо ток покоя перенастроить. Ну, в данном случае, в качестве примера, я буду выставлять ток покоя при вот таком питающем напряжении, то есть двухполярное 30 Вольт. Ставим какой-то трек, и, в принципе, такой мощности вполне достаточно. Пускай усилитель прогреется, поработает в течение 30 минут на максимальной громкости. Но, в целом, если питающее напряжение у вас побольше, допустим, двухполярное 60 Вольт, то громкость стоит сделать там порядка 30-40% и дать усилителю поработать там полчаса где-то. Лишь после этого выставить необходимый ток покоя. Об этом процессе мы поговорим чуть позже, когда усилитель нагреется. Поехали. Усилитель поработал порядка 20 минут. Ну, позже, конечно же, я переключил на другой трек. В частности, хотел проверить басотроник. В общем-то, качает неплохо такую головку. И радиатор у нас нагрет, ну, местами до 45 градусов. Ну, сейчас чуть-чуть уже остыл. Вот, температура 41 градус. Не теряя времени, нам сейчас необходимо удалить. Давайте по порядку все сделаем. Значит, первым делом для того, чтобы выставить ток покоя. Это необходимо, как уже сказал, сделать на прогретом усилителе. Далее, выход усилителя отключается, то есть, динамическая головка отключается. Выход никуда не должен быть подключен. Вход усилителя, вот это, должен быть замкнут. То есть, вход должен быть замкнут на массу. Резистор, отвечающий за ток покоя, вон тот синенький резистор, должен быть вкручен в положение максимального сопротивления, в данном случае 1 кОм. Сейчас я выполню все эти условия, отключу все и будем настраивать. Для этого замера, точнее, для того, чтобы выставить ток покоя, нам необходим миливольтметр, в данном случае мультиметр в режиме миливольтметра, ну и источник питания, который запитывает наш усилитель. Мультиметр или миливольтметр подключается вот таким способом. В данном случае, вот наша пара, на котором делается замер. И вот они, эмиттерные резисторы. Ну, здесь показано 0,22, у меня 0,33 Ома. Это все будет, то есть, расчет будет производиться в зависимости от того, какое сопротивление у ваших резисторов. Вход усилителя замкнут, выход усилителя никуда не подключен, усилитель прогрет. Теперь смотрим за показаниями нашего миливольтметра. Я только что подключил, можно дождаться некоторое время, пока здесь не будут максимальные показания. И лишь после этого, исходя из вот этой формулы, ток покоя равно напряжение, которое будет показывать наш миливольтметр, разделить на сумму сопротивлений вот этого резистора. Вот здесь более наглядный пример. 0,22 Ома сопротивления каждого резистора в сумме 0,44 Ома. И, допустим, наш вот этот прибор показал 25 миливольт. 25 делим на сумму сопротивления вот этого резистора и получаем 57 милиампер. Ток покоя усилителя Ланзар необходимо выставить около 60-80-100 милиампер, плюс-минус. Делается это вращением вот того резистора. Сейчас мне крайне неудобно, чуть позже я покажу. С вращением этого резистора в сторону уменьшения сопротивления у нас будет меняться ток покоя. Я выставлю сейчас ток покоя, буду вращать этот резистор до тех пор, пока на вольтметре мы не получим 45 миливольт, что в моем конкретном случае будет соответствовать току покоя выходного каскада примерно 68-70 милиампер. Ну вот, чуть-чуть поменьше можно, без проблем регулируется. Усилитель чуть-чуть уже остыл, плюс-минус небольшой разброс будет, это не критично вообще. Ну, в моем случае вот резисторы, как уже сказал, 0,33 Ом, то есть в сумме 0,66. И 45 миливольт в данном случае, что 46, это примерно 68-70 милиампер. Настройка тока покоя очень важный этап, именно он определяет режим работы выходного каскада в каком классе. И в начальный момент, опять же, сопротивление резистора подстроечного, отвечающий за ток покоя, должен быть максимальным. Иначе, если вкрутить на минимум режим минимального сопротивления, запустить усилитель, то ток покоя выходного каскада будет огромным, усилитель будет работать, но кратковременно. Так, ну, этим, пожалуй, все закончено, ток покоя у нас настроен, повторюсь, плюс-минус никакой разницы не играет. Важно, чтобы настройку делали, вот, допустим, плюс-минус 30 вольт у меня, и подразумевается, что в дальнейшем усилитель будет эксплуатироваться именно при таком питающем напряжении, но, конечно же, я его в конечном итоге намерен установить в сабвуфер, где питающее напряжение будет двухполярное 45, и будет необходимость перенастроить ток покоя. После конечной настройки усилителя, очень советую заклеить вот этот винт подстроечного резистора, чтобы в дальнейшем показания не менялись. Что могу добавить? По поводу, значит, тока покоя, бывает очень часто, что люди жалуются, чтобы ток покоя не настраивается. В самом начале необходимо проверить регулирующий транзистор BD-139, который установлен по центру, и желательно его заменить на КТ-815. Желательно вот эти резисторы, насколько я помню, они отвечают за питание дифкаскадов, их тут 4 штуки, вот эти, да, на 10 Ом по схеме они установлены, заменить на 22 Ома, 27 даже можно, это очень желательно, практически всегда я использую вот и в этом усилителе такие же. Ну, резисторы пол-ватта, в принципе, справятся, здесь 2 Вт с избытком, просто такие были, ну, 1 Вт там можно поставить. Так, дальше, резистор 1 кОм, который отвечает за собственную регулировку, можно попробовать заменить на 2,2 кОма, что расширит диапазон регулировки. Замер выходной мощности усилителя. Для данного замера нам необходим сам усилитель мощности низкой частоты, источник питания, естественно, выход усилителя нагружен резистором на 4 Ома, в данном случае мы проводим замер на 4 Омную нагрузку, при необходимости может быть заменена на 8 Омную. Это обычный резистор с мощностью выше 10 Вт, если там мощность 15-20 Вт, необходимо его бросить в сосуд с водой, потому что в ходе замера резистор будет нагреваться, ну, либо использовать резисторы большой мощности. Параллельно этому резистору, а следовательно, выхода усилителя мощности, подключен осциллограф. Параллельно осциллографу подключен мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Ну, если осциллограф цифровой, скорее всего, среднеквадратичное значение напряжения он будет выводить, и мультиметр в данном случае можно исключить, как в моем случае. Так. Дальше. На вход усилителя мощности подается звуковой сигнал с частотой 1 кГц, чистый синус с генератора сигналов. Это, пожалуй, все. Расчет выходной мощности делается по закону Ома, где П – выходная мощность, и выход – это у нас выходное переменное напряжение в квадрате, и разделить на сопротивление нагрузки, в данном случае, на 4 Ома. Это просто вот такой вот пример расчета снизу. А так формула расчета вот она. Итак, в нашем случае полностью, скажем так, изготовлен стенд. С генератора сигналов пока еще питание на усилитель не подается. С генератора сигналов подается синус 1 кГц. Амплитуда этого сигнала 1,2 В. Впоследствии мы будем увеличивать. Вот у нас резистор 4 Омный на радиаторе. Сам усилитель. Источник питания, в моем случае, лабораторный. Выдает, ну, включен в режим двухполярного источника, выставленное значение напряжения 30 В в каждом плече. Ну и осциллограф параллельно всему этому делу, параллельно выходу, параллельно нагрузке. Запускаем наш источник питания и наблюдаем красивую синусоиду на выходе нашего усилителя. На данный момент напряжение 10,6 В. Вот самый нижний параметр. Постепенно мы увеличиваем амплитудное значение напряжения до тех пор, пока на осциллографе не увидим так называемый клиппинг. Это когда появляются ощутимые искажения. Поднимаем с небольшим шагом. Так, теперь обратите внимание на то, что если посмотреть на синусоиду, сверху и снизу в пиках мы видим клиппинг. Если продолжить увеличить дальше, то сигнал из синусоиды превращается вот в такой. Ну мы уменьшим. Давайте более точно остановимся. Вот так как-то, да? Как более-менее чистая синусоида. 18,5 В у нас сигнал. Среди квадратичное значение. Ну и в целом потребление 64,2 В с каждого канала. 64 В с каждого канала. Умножаем на 2 и получаем мощность потребляемую на входе. А там 18,5 В. И сейчас замер мы сделаем. Расчет точнее. Так, 18,5 умножить на 18,5. И разделить на 4 Ом. 85,5 Вт при питающем напряжении 30 В. Это соответствует таблице. Можно еще чуть-чуть до 90 Вт. В принципе, более-менее чистого сигнала можно получить. Больше уже, к сожалению, с таким питающим напряжением не получится. Если нужна больше мощности, соответственно, увеличиваем напряжение питания. На этом, друзья, это долгое видео подходит к концу. Возможно, я что-то в нем упустил. На самом деле, нюансов не так уж и много в случае конкретного этого усилителя. Но, несмотря на это, этой схемотехнике посвящено очень много форумов, очень много статьи, очень много видеоматериалов. Ссылки на более, скажем так, объемные материалы, там, где все разжевано, я оставлю в описании. Было очень хорошее видео от Михаила Майорова. Достаточно старое, но хорошее видео. По поводу сборки и наладки усилителя Ланзар. Ссылку на это видео также найдете в описании. Все необходимые ссылки, печатные платы, герберы, все печатные платы, которые у меня на данный момент есть, также все это дело найдете в описании. На этом мне остается прощаться. Не забываем подписаться на мой канал. При возникновении любых вопросов милости просим в наши официальные группы. До новых встреч. Пока.